Самые активные направления волонтёрства в стране – это социальная, событийная работа с животными и этноволонтёрство. Новые направления для нас – ЧАЭС, медицина, культура, медиа и онлайн-волонтёрство. Лидер КСЗ в основном занимается поиском пропавших людей. Также волонтёры проводят благотворительные мероприятия. В преддверии Нового года они запустили акцию «Новый год в каждый дом». Сейчас мы запустили акцию «Новый год в каждый дом». У нас вот коробки есть. Акция рассчитана на то, чтобы поздравить малоимущих детей, малоимущие семьи, где много деток, многодетные семьи, дети, инвалиды. Мы рассчитывали собрать 120 кульков. У нас были по городу расставлены коробки с нашей акции, по магазинам. Люди приходили, видели нашу акцию, ложили. У нас это везде в социальных сетях было опубликовано. Они ложили туда конфеты, игрушки, шоколад. Мы рассчитывали поздравить 120 детей. В итоге у нас вышло 206 детей. Мы сейчас можем поздравить. Волонтёры нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Наполнили мешки сладостями и поехали поздравлять детей с Новым годом. Принесли мы вам подарок. Внученька, помоги-ка мне достать подарочки для деточек, а то я старенький совсем. Не вижу, что там творится-то в мешке моем. Хоть подарки взяли, ничего другое не привезли. Ну, вроде подарочки пришли. Ох, какие подарочки сладенькие. Спасибо, что нас поздравили, что уделили нам внимание таким семьям, как мы. Побольше бы таких людей. Потому что, ну, не в обиду будет сказано, где-то говорят, многодетные, многодетные. Я согласна, им надо помогать. Ну, как-то очень приятно, что нас поздравили. Так что счастья всем огромного, здоровья и благополучия. Волонтёры Казахстана уже активно готовятся к 2020 году. С годом волонтёра-добровольца связывают много надежд, решение вопросов и реализацию различных проектов.